Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаила Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. От независимых от берега и стаката до зонирования по туристическим кластерам. В Самаре выбрали проект пятой очереди набережной Волги. Более 650 тысяч пассажиров за лето. В Самарской мэрии подвели итоги сезона дачных перевозок. В декабре финансовым рынкам угрожает кризис. С чем это связано и куда эксперты не советуют вкладывать деньги, расскажем в новостях экономики. Проиграли игру, но сохранили лидерство в чемпионате. Минифутбольный клуб «Динамо Самара» продолжает лидировать в Суперлиге. Жюри подвело итоги открытого конкурса работ по созданию проекта пятой очереди набережной Волги. Выбор дался непросто. С 12 сентября по 20 ноября было прислано 30 работ со всей России. Решение принимали коллегиально. Известные российские архитекторы, представители регионального правительства и администрации Самары. Осмотрели конкурсные работы председатели регионального правительства Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее расскажет Ольга Хомаракулова. От независимых от берега эстакад до зонирования по туристическим кластерам. В Самаре завершился основной этап открытого конкурса по созданию проекта пятой очереди набережной Волги. Свой вердикт вынесла компетентная жюри, в состав которого вошли известные российские архитекторы и скульпторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры, а также представители регионального правительства и администрации Самары. Большинством голосов первое место присудили творческой команде из Самары с проектом «Пять открытий». Мы предлагаем сделать гастрономический кластер. Дальше кластер созерцания, то есть это тот дикий берег, который был всегда закрыт в районе Гресс, ближе к бассейну ТСК ВВС. Там предлагаем сделать именно общественное пространство, которое открыто на Волгу, спускается амфитеатром. Организаторы и члены жюри признаются, сделать выбор было непросто. С 12 сентября по 20 ноября прислано 30 работ из разных городов России. Своя изюминка есть в каждой. Осмотрели конкурсные работы председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и глава Самары Елена Лапушкина. Это работа, которая позволяет сделать набережную, проектировать набережную действительно уникальной. Очевидно, что критериями для выбора победителя будет реализуемость проекта, оригинальность архитектурных решений. И, конечно, мнение людей здесь будет очень важно. Территория очень сложная сама по себе и затапливаемая территория. Есть территории, которые находятся в частной собственности. Мы должны учитывать интересы собственников, но, тем не менее, списать их в соотно-дизайн проект, который сейчас разрабатывается. Конкурс совершен, событие свершилось, итоги подведены. И мы знаем, кто стал лауреатом этого конкурса и какие основные идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь. Дальнейшая работа предполагается, это уже конкретное проектирование, но, чтобы его начать, сейчас нужно решить главную задачу – подготовки технического задания того проекта, который пойдет в жизнь. Следующий этап – народное голосование. Оно продлится в течение двух недель. Увидеть работы и отдать голос за понравившийся проект можно будет на выставке в Доме архитектора и онлайн на сайте конкурса. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов, События. В Самаре завершается строительство второго корпуса школы на пятой просеке. Ремонтные работы здесь на финишной прямой. В большинстве кабинетов уже собирают мебель. Строительную площадку проинспектировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом подробнее Мария Левина. Строительство второго учебного корпуса новой школы на пятой просеке идет полным ходом. На сегодняшний день уже сделано 85% работ. В кабинетах на втором и третьем этажах уже собирают мебель. Работу ведут сейчас в блоках А и В. Это спортзал, столовая, актовый зал. Работа находится в большой стадии готовности, поэтому срок срыва ввода мы не видим. Данная школа оснащается по последним нормам. То есть здесь и кабинеты труда уже с швейным оборудованием. Для мальчиков это станки с пылеотсосами, современные компьютерные классы, современная библиотека. Ну и опять же повторюсь, плюс здесь предусмотрен детский сад на 75 мест. Первый корпус открыл свои двери в сентябре этого года. Современная инфраструктура школы включает 4 библиотеки, 2 спортивных и 1 тренажерный залы, актовый зал и столовую на 330 мест. Спортивные и уличные площадки, 3 футбольных поля, баскетбольную и волейбольную площадки. У нас корпус рассчитан по проекту на 600 мест, а сейчас обучается 1085 детей. Чтобы перейти в полученную одну смену, то соответственно необходимо, конечно, разгрузить этот корпус. Второй комплекс на 850 мест с детским садом будет открыт в 2022 году. Тем не менее, завершить работы на объекте планируется к концу текущего года. Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Первый комплекс, уже работающий, уже обжитой ребятами, он показывает, какая вообще школа должна быть. Современная, светлая, красивая, технологически выстроенная, отвечающая всем сегодняшним требованиям. Там, где действительно во всех смыслах и интересно, и приятно, и глаз радуется. Мне кажется, что школа на пятой просеке сегодня, пожалуй, одна из самых продвинутых и самых лучших в Самаре. Ну, а второй пусковой комплекс будет ей под стать. В Октябрьском районе планируется строительство еще как минимум трех школ до 2024 года. Одна из них расположится на улице Николая Панова, другая – на площадке «Зим». Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Специалисты городского департамента торговли каждый день проверяют и сравнивают цены на продовольственные товары в сетевых магазинах, частных торговых точках и рынках. Первые результаты мониторинга, а также работу ярмарок и итоги сезона садово-дачных перевозок обсудили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробнее в следующем сюжете. Начиная с 14 ноября городской департамент экономического развития и торговли ежедневно проводит мониторинг цен на продовольственные товары. О первых итогах этой работы руководитель департамента Владислав Зотов доложил на еженедельном рабочем совещании в городской администрации главе Самары Елене Лапушкиной. Наблюдался рост цен непосредственно на вермишель на 11%, масло сливочное на 9%, а также за этот период времени наблюдалось и уменьшение цены. Это крупа гречневая 38% и молоко пастеризованное снижение также мы наблюдаем на 27%. Цены сравниваются на сетевых и не сетевых торговых точках, на рынках, а также на городских ярмарках, на которых в основном стоимость продуктов ниже, чем в магазинах. Сейчас в городе работает одна сезонная ярмарка в поселке Мехзавод, еще несколько круглогодичных в Ленинском, Октябрьском, Куйбышевском и Железнодорожном районах, самая крупная из которых на пересечении Киевска и Тухачевского. Этот вид торговли пользуется большим спросом среди жителей, поэтому в следующем году планируется открытие еще нескольких муниципальных ярмарок. В следующем году рассматриваются пока две локации – это «Мира-6» и революционная Метерева Карла Маркса. Работу в направлении развития ярмарочной торговой деятельности департаментом будет продолжена. На рабочем совещании подвели и итоги садово-дачных перевозок за 2021 год. За сезон с 1 мая по 31 октября было перевезено более 650 тысяч пассажиров. Это больше, чем в прошлом году, но все еще ниже до пандемийных показателей. В этом году, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, была изменена система оплаты проезда. На всех садово-дачных маршрутов нами жестко соблюдались требования по масочному режиму. Мы поменяли систему, значит, технологию оплаты проезда, то есть кондуктор обелечивал пассажиров непосредственно перед транспортным средством при наличии у пассажиров масок. В следующем году изменений в организации садово-дачных перевозок не планируется. На 29 существующих маршрутов также выйдут 57 автобусов средней и большой вместимости. Всего в городе 10 пунктов отправления этих маршрутов. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 941 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 178 922. Лучший способ защиты – это прививка. В минувшие выходные в Тольятти прошел единый день вакцинации под девизом «Здоровая суббота». Все желающие старше 18 лет имели возможность делать прививку от коронавирусной инфекции двухкомпонентным спутником ВИ. Площадкой для проведения единого дня вакцинации стал Центр отдыха. О том, насколько важен такой досуг, расскажет Никита Колосов. Житель Тольятти Михаил Чернухин свое субботнее утро решил начать с прививки от коронавирусной инфекции в Центре отдыха «Тольятти Азот». Про акцию «Здоровая суббота» узнал от коллег по работе. Хотели на работе прививки делать, потом направили сюда. Мне удобно. На машине приехал, укололся, поехал. В Тольятти уже более 290 тысяч жителей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Администрация города постоянно организует пункты вакцинации на разных общественных площадках, где привиться может сразу большое количество желающих. Процедура такая же, как и в больнице. Сначала врач осматривает пациента, потом, если нет противопоказаний, ему вводят препарат. В доме отдыха «Тольятти Азот» развернули сразу пять пунктов вакцинации. С 8 утра до 4 вечера все желающие старше 18 лет могли привиться в вакцины «Спутник ВИ». Граждане акцины вакцинируются, да, и по очередям в поликлиниках мы это видим. Поэтому и решили реализовать такой проект, где все желающие, без толпы, а здесь зал большой, позволяет принять большое количество жителей. Жители Тольятти такой инициативы остались довольны. Удобнее, чем в поликлинике. Там места все сжатое, народу много, все в толпе, а здесь как хорошо. Никуда не надо ехать, близко от дома, никаких очередей, все рядышком. В поликлинике народу много, заразиться боюсь. Напомним, сегодня в регионе работают 173 стационарно-прививочных кабинета на базе больниц. 10 из них круглосуточно. Никита Колосов, События. В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Рейды проходят ежедневно в усиленном режиме. Проверяющие проводят профилактические беседы с несознательными пассажирами и следят за соблюдением антиковидных ограничений. Максим Магомедов расскажет, как прошла очередная проверка. С начала года в отношении пассажиров, которые не соблюдают масочный режим в общественном транспорте, составили 567 протоколов об административном правонарушении. В последнее время работа комиссионных бригад максимально активизирована. Еженедельно организуются 80 рейдов. На прошлой неделе выявили 52 нарушителя. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Работу мы не снижаем. Работа в этом направлении только усиливается, потому что соблюдение масочного режима – один из важных элементов профилактики, предупреждения, распространения коронавирусной инфекции. Проверки проходят ежедневно при участии представителей Департамента транспорта, Добровольно-народной дружины и сотрудников полиции. Сегодня рейд провели в Самарском метрополитене. Контроль за пассажирами без масок начинается у входа на станцию. Тех, у кого нет при себе средств индивидуальной защиты, не допускают на платформу. Только в ноябре из-за отсутствия маски подземкой не смогли воспользоваться более 600 человек, а с начала года почти 20 тысяч пассажиров. Контроль за соблюдением масочного режима ведется не только на входе, но и по всей ветке метро. Сотрудники транспортной безопасности патрулируют платформы и вагоны. Наличие QR-кода не освобождает от ношения маски в общественных местах. Перевозчик предпринимает все необходимые противоэпидемиологические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Перед выходом на линию подвижной состав моют и обрабатывают дезинфицирующим средством. На станциях метро каждые два часа проводят санитарную обработку всех контактных поверхностей. С учетом обращений граждан вносятся те или иные корректировки. В частности, временно изменен срок пополнения социальных карт и безлимитных карт, в том числе студенческих и школьных. Напомним, ранее, чтобы оплатить, к примеру, безлимит на месяц, нужно было внести деньги на счет до 10-го числа. Если вы хотите пополнить карту на следующий месяц, вам необходимо до 20-го числа включительно пополнить карту любым доступным способом. Представитель единого оператора объединенной транспортной карты также пояснила, что в связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса, есть и возможность автоматического переноса средств на следующий месяц. Перенос предусмотрен для тех, кто в течение предшествующего месяца не совершил ни одной поездки. Таким образом, если вы не планируете поездки в декабре, то период, в который можно осуществить перенос средств на следующий месяц, с 21 декабря по 20 января. Любые вопросы пассажиры могут задать по телефону горячей линии единого оператора. 8-9-2-9-707-6-1-38. Он функционирует с 9-0-0 до 18-0-0 в рабочие дни. Максим Магомедов, Константин Головин. События. Далее вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Михаил и уважаемые телезрители. В декабре финансовым рынкам угрожает кризис. С чем это связано и куда эксперты не советуют вкладывать деньги? Расскажу об этом через минуту, а сейчас о росте российской экономики, которая ожидается в конце года. Российская экономика по итогам года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2%. По данным Росстата, темпы роста ВВП страны превышают показатели, начиная с 2012 года. Главным драйвером для экономики России в текущем году стало восстановление после пандемии. Среди позитивных факторов относительно высокие цены на нефть и отсутствие резкого усиления санкций, вопреки многочисленным прогнозам. Сказалось и восстановление спроса внутри страны, в том числе бум потребительского кредитования. Средний уровень закредитованности россиян вырос за этот год с 49 до 55%. На фоне активации экономики и невысоких процентных ставок в начале года потребительское кредитование населения продемонстрировало стремительный рост. Отмечают эксперты. Они поясняют, что значительную роль в этом сыграла льготная ипотека. А в последние месяцы начавшийся рост процентных ставок, что заставило многих поторопиться взять кредиты на выгодных условиях. Значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста зарплаты, что приводит к росту долговой нагрузки россиян. Суммарный долг одного жителя страны перед банками превышает 300 тысяч рублей. Больше всего банком должны жители Калмыкии, Тывы, Курганской области, Удмуртии, Оренбургской области. Меньше всего население Ингушетии, Чечни, Дагестана, Крыма и Севастополя. Самарская область в рейтинге на 31 месте. Если в Калмыкии объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет почти 340 тысяч рублей, а в Ингушетии 36 тысяч, то в Самарском регионе выше 260 тысяч рублей. В декабре финансовым рынкам угрожает кризис. Нефть дешевеет, рубль слабеет, да еще и в Африке выявили новый штамм коронавируса, новость о котором в пятницу обрушили российский фондовый рынок. Поводов для паники еще нет, но некоторых активов все же пока лучше избегать, советуют эксперты. По крайней мере, краткосрочным инвесторам. Это касается в первую очередь бумаг компаний, напрямую связанных с туристической отраслью. К ним относятся международные сети отелей, сервисы бронирования жилья, основные производители самолетов, авиакомпании, круизные линии. Некоторые из акций этих компаний уже начали заметно падать в цене. А вот на энергетические акции с образовавшимся дисконтом уже через неделю-другую может начаться ажиотажный спрос. Если реализуется худший сценарий по коронавирусу, то необходимо увеличивать в портфеле долю защитных инструментов, включая доллар или швейцарский франк, золото, в том числе в виде обезличенных металлических счетов. Официальный курс доллара на 30 ноября – 74,98 рубля, евро – 84,48 рубля, а нефть марки «Брент» – 75,86 долларов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Расследование громкого убийства вдовы банкира Екатерины Пузиковой-Сакирской завершится уже в декабре. Дело передадут в суд. Об этом телеканал «Самар ГИС» сообщил адвокат девушки Андрей Корномазов. Напомню, 3 июля 2021 года в своей квартире была обнаружена убитая 33-летняя Екатерина Сакирская, известная в Самаре как вдова, отравленного в 2012 году заместителя управляющего местного филиала Ростельхозбанка Дмитрия Пузикова. По подозрению в совершении преступления задержали второго мужа девушки Алексея Рискова, который в зале суда во время избрания меры пресечения заявил, что ударил бывшую жену топором, якобы защищаясь, а потом был найден повешенным в камере. Во время расследования специалисты провели множество экспертиз. Сейчас завершилось предварительное следствие, и квалификация уголовного дела Рискова осталась прежней – умышленное убийство. После ознакомления сторон с материалами дела оно будет направлено в суд, и уже там будет решено, стоит ли проводить судебное следствие или прекратить разбирательство по причине смерти обвиняемого. А теперь коротко о других темах дня. Субтитры создавал DimaTorzok Водитель 67-го автобуса врезался в столб в районе губернского рынка в это воскресенье. Как он пояснил сотрудникам ГИБДД, это была вынужденная мера из-за того, что транспорт не тормозил, а впереди на красный сигнал светофора остановилось большое количество машин. Чтобы избежать массовой аварии, водитель целенаправленно решил въехать в столб. В салоне автобуса находились пассажиры. Как сообщили в ГУМВД по Самарской области, в больницу с травмами доставили двоих. К месту аварии прибыло три кареты скорой помощи. Что стало причиной аварии, неисправные тормоза или гололед, предстоит разобраться инспекторам ГИБДД. Волжский мост готов на 38%. К концу года этот показатель достигнет 43%. Такие цифры озвучили на совещании по строительству обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 километра. Там возведут 26 опор и 25 пролетных строений. Протяженность новой дороги составит 99 километров. Это самая масштабная стройка региона за последние годы. Работы начались в декабре 2019-го. Уже надвинули по два пролетных строения на правом и левом берегах. Из почти 700 трубосвай погружены 559. В период с 15 по 25 декабря будет выполнена очередная надвижка. Несколько тысяч детских пижам изъяли судебные приставы у бизнесмена. Виной тому стало нанесенное на одежду изображение. Индивидуальный предприниматель привез в Самару на продажу 4,5 тысячи пижамных комплектов с героями известных мультфильмов. Товар оказался контрафактным. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение авторских прав и назначили штраф. Пижамы изъяли и передали в Росимущество для уничтожения. В соцсетях появилась петиция за переименование улицы Дальняя в Самаре в улицу Дениса Ковбы, бывшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов». Документ опубликован на одной из российских интернет-платформ. Авторы инициативы заявляют, что Денис Ковба – один из тех игроков, которые являются олицетворением футбольного клуба «Крылья Советов». Он заслуживает увековечивания своего имени и обещает возместить расходы. Напомним, футболист Денис Ковба умер на 43-м году жизни на прошлой неделе. Ранее его жена рассказывала, что Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за COVID-19. У православных начался рождественский пост. Он продлится 40 дней. В течение этого времени нужно соблюдать строгие ограничения, в том числе в пище. Так, в понедельник, 29 ноября, разрешены только постные продукты. Нельзя употреблять мясо, рыбу и алкоголь. Католики 28 ноября отметили первое воскресенье Адвента. Так называют время ожидания Рождества Христова. Символом этой месы является зажженная свеча, которая освещает путь идущих в церковь до восхода солнца. Чтобы свеча не погасла, ее помещают в специальный фонарик с прозрачными окошками. Длится Адвент около четырех недель и заканчивается Рождеством. Иудеи в воскресенье встретили Хануку, один из важнейших религиозных еврейских праздников. Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием в 160-х годах до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, который запретил иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Маковея, евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм. В день его освещения следовало зажечь главный храмовый светильник Минору. Минифутбольный клуб «Динамо Самара» возглавляет турнирную таблицу российской суперлиги. В шестом туре волжане принимают тюмень. В прошлом году именно сибиряки выбили самарцев из плей-офф. Первый матч «Динамо» выиграли 4-3, а во втором соперники выдали огненную перестрелку, которая завершилась победой гостей. Подробнее расскажем в рубрике «Новости спорта». «Динамо Самара» и «Тюмень» второй матч шестого тура начали в 12.30. Непривычное время для начала матча, особенно если в предшествующий вечер была еще одна игра, которая завершилась 4-3 в пользу «Волжан». Но все это ушло на второй план сразу после стартового свистка на второй матч. Почти не играем в такое время, но мы профессионалы, и что делать, приходится подстраиваться под любые условия, которые предоставляются. В первом тайме самарцы на правах хозяев больше атаковали и смогли воплотить количество атак в качество. На перерыв команды уходили при счете 2-1 в пользу «Динамо». Но после перерыва самарцы допустили несколько ошибок, и футболисты «Тюмени» вышли вперед. Качество лучше, результат хуже. Наверное, да, бывает такое, но эпизоды были хорошие, команда хорошо работала. Единственное, что мне понравилось, что мы второй тайм из раздевалки вышли и получили вот два быстрых гола, которые, наверное, повлияли на исход всей встречи. «Динамовцы» попытались переломить ход встречи, но гостей выручали галкипер и каркас ворот. Несколько раз самарцы посылали мяч в штангу. Затем Заболонков срезал мяч в свои ворота, и счет стал 2-4. После этого команды обменялись опасными моментами. Самарские защитники несколько раз выбивали мяч из пустых ворот, а тюменцев пару раз спас галкипер. Обменялись соперники и голами. При счете 3-5 «Динамо» сняли воротаря и выпустили пятого полевого, но не смогли реализовать численный перевес. Точку в матче поставил Антошкин, который забил гол на последних секундах матча. 3-6 победа «Тюмени». Команда рук не опустила, что понравилось. Продолжали ревнуть свою линию. Я смотрел в глаза наших футболистов. Была особенность, соизоточенность, что понравилось в этом моменте. И потихоньку стали выравнивать игру. После 12 своих игр «Динамо» «Самара» сохраняет первое место в турнире на таблице, имея в активе 21 очко. Но у идущих следом команд есть еще игры в запасе. Следующие матчи Волжский клуб проведет на выезде против Нижегородского торпеда 3-4 декабря. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова